Ретро-мания с Андреем Разиным Ретро-ФМ 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 Был такой единственный конкурс в ее жизни И самый главный, он был и первый ее конкурс Это золотой камертон Кто помнит, я думаю, что слушатели Ретро-ФМ Помнят такой конкурс В котором она принимала участие как солистка группы Мираж Но я хочу сказать, что группа Мираж Только не та моя группа, которую вы помните А была такая на Украине еще одна группа Мираж И стала она дипломанткой этого конкурса В том же году композитор Спаринский Специально для Наташи пишет детский мюзикл В стране детей Весной 1987 года Первая в жизни Наташи съемка на центральном телевидении В программе Шире Круг Вот с этого все и началось Когда ее непосредственно увидел уже Игорь Наташа поступает в государственное училище Эстрадно-циркового искусства в Киеве По классу, кстати, эстрадный вокал Приемная комиссия была против поступления Наташи Она мне рассказывала Потому что они считали, что она из-за своей популярности на Украине И за ее пределами не будет учиться Она будет просто числиться Но тем не менее, они ее все равно приняли Она училась летом 1989 года Как ведущая солистка детской рок-оперы Дитя мира Наташа едет на гастроли в Соединенные Штаты Америки Тогда это был грандиознейший проект Он имел успех огромный В Америке Наташа привезла приглашение на обучение в университете города Рочестера На судьбу распорядилась так Что именно мэр этого города Пригласил Наташу после выступления ее Учиться именно у него Но патриотизм В 92-м году в свет выходит пластинка «Дельфин и русалка» Это был ошеломительный диск Он тоже С Андреем Разиным Вкратце я хочу сказать, что в 96-м году Наташа снимается в новогодней программе старой песни о главном И в 97-м году она выиграла